В республике необходимо пересмотреть подходы к тушению лесных пожаров в муниципальных образованиях. Такая позиция была озвучена на видеоконференции с участием заместителя начальника Рослесхоза, республиканских властей, представителей местных администраций. Подробнее об этом расскажет Виталий Абрамов. В республике продолжает сохраняться сложная обстановка, связанная с лесными пожарами. По последним данным, в Якутии действует 38 пожаров, общая площадь которых уже превысила 75 тысяч гектар. Наиболее трудная ситуация в Вилюйской группе районов, где и сконцентрированы самые крупные очаги. Я бы сказал, полтора месяца просто не было никаких осадков. Температурный режим очень высокий, порядка 30 градусов, сильные ветра, поэтому работа очень сложная. И задумленность пожаров мешает работе авиации. Мы уже второй день не можем поднять вертолет, чтобы провести переброску на пожарах. Представитель Рослесхоза, который прибыл накануне, хоть в целом недоволен проводимой работой, но акцентирует внимание на несоответствующую оперативность на вновь возникающие пожары. И в увязке профессиональных пожарных только на крупных очагах. На тушение задействует только местное население. Нет ни одного представителя лесной охраны, нет ни одного представителя авиабазы. А местное население нужно дать должное. В республике вот здесь работа по привлечению местного населения на тушение пожаров поставлена очень хорошо. Но я убежден, что на лесном пожаре все равно должен быть руководитель. Руководитель должен быть или из лесной охраны, или из авиабазы. человек, который принимает управленческие решения не только исходя из любви к лесу, а исходя из того, что он понимает природу пожаров. Таким образом решено произвести ротацию Федерального резерва и часть из них отправлять на другие пожары. Вместе с тем при ухудшении ситуации в республику могут отправить еще одну сотню профессионалов. Между тем синоптики продолжают давать неутешительные прогнозы. Облачность, которая сегодня есть в Центральной Якутии, по всей видимости, до Вилюи не дойдет. Сложно тушить, потому что они действуют практически все на торпяниках. И поэтому сложности есть, и ветерная погода там еще сохраняется. Жаркая ветерная погода сохраняется. С субботы опять у них будет повышение температуры до 30-32 градусов. Поэтому если сохранить еще ветерная погода, конечно, будет сложное тушение. На сегодняшний день в общей сложности с огнем борется порядка 1200 человек, из которых половина – это мобилизованные из числа местного населения. На завтра запланировано прибытие самолета-зондировщика для вызова искусственных осадков. При появлении подходящих туч он будет направлен в Вилюйскую группу улусов. Это Леабрамов, Мария Анна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.